Два берега одной реки соединились. Строители завершили надвижку пролетных строений моста через СОК. Раздельный сбор мусора. Как утилизировать отходы, чтобы на душе было спокойно, а на улице чисто? Как не сделать ошибку начинающему предпринимателю? В Самарском бизнес-инкубаторе проходят семинары для самозанятых. Бойцов студенческих отрядов в Самаре станет больше. Теперь организации для молодых и дерзких появятся не только в вузах, но и в среднеспециальных учебных заведениях. Два берега одной реки соединены. Строители завершили надвижку пролетных строений моста через СОК. Самая трудоемкая часть работ была выполнена на год раньше установленного срока. После ввода объекта в эксплуатацию участок дороги расширят до четырех полос. Это позволит разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную трассы. Последние штрихи строительных работ удалось увидеть Ольге Павловой. Морозная погода не помеха для работ по возведению нового моста через реку СОК. Работы идут с опережением графика. На объекте монтируют консольные участки пролетного строения. Вскоре конструкцию расширят и немного опустят на опорные части. Завершающим штрихом строительства станет обустройство мостового полотна. Рабочие установят барьерное ограждение и приведут в порядок асфальтовое покрытие. На данный момент нам осталось смонтировать в порядке шести консолей. Примерно по монтажу это 40 тонн металла для расширения пролетного строения. Холодно, конечно, но процесс работы все равно идет. Стараемся, работаем. Самая трудоемкая часть работ на этом объекте была выполнена на год раньше установленного срока. Строительство нового моста началось в декабре 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и должно было завершиться в середине 2022-го. Своевременное финансирование позволило ускорить темп работы, построить мост с опережением графика. Новая конструкция через реку Сок позволит разгрузить выезд Красноглинского шоссе на региональную и федеральную трассы. Работы по возведению автомобильной переправы идут круглосуточно, несмотря на сильные морозы. В мороз, конечно, работать сложно, но можно. Поэтому стараемся, работаем. Работа в любом случае не останавливается. Для того, чтобы стройматериалы не замерзали на стройке, созданы специальные технологические укрытия, температура воздуха в которых не ниже 5 градусов мороза. Опускать мост строители будут в 5 этапов при помощи гидравлических домкратов. Начнут с центральной опоры. Сдать новый мост в эксплуатацию планируют в июле этого года. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Сегодня, после встречи губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, стало известно, что глава автограда Сергей Анташев подал в отставку. В последнее время в адрес руководства Тольятти неоднократно звучали претензии как от региональных властей, так и от жителей города. Глава региона неоднократно указывал на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации. Нарекания в адрес руководства Тольятти возникали в связи с недостаточным качеством исполнения задач в сфере дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, а также в решении вопросов экологии, в том числе рекультивации территорий и промпредприятий. Кроме того, в прошлом году был фактически сорван план по обеспечению жильем детей-сирот. Темп работы, набранный правительством региона в последние годы под руководством Дмитрия Азарова, требует от всех глав муниципалитетов, руководителей министерств и ведомств постоянной включенности в процесс преобразований. Работу в режиме 24 на 7 выдерживают не все. Напомним, за последние два месяца сменились главы трех муниципальных районов губернии Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 45 694. Такие данные в четверг, 18 февраля, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Всего с начала пандемии из больниц выписали 41 954 человека. В Самарской области продолжается ревакцинация против коронавирусной инфекции. Ее проводят тем, кто уже успел сделать первую прививку несколько недель назад. Напомним, вакцинация против COVID-19 проходит в два этапа с разницей в три недели. Как переносят вакцину жители, расскажут наши корреспонденты. Желание привиться от коронавируса у Василия Григорьева появилось сразу после того, как он узнал, что в городскую поликлинику поступила вакцина. Пациент входит в группу риска, поэтому хочет обезопасить себя от возможного заражения ковидом. Процедуру мужчина перенес легко, без побочных эффектов и осложнений. Вакцинироваться я и в советское время вакцинировался от гриппа, без всяких вопросов. Я говорю, поэтому и на эту вакцинацию пошел спокойно, свободно. В первую очередь прививают медиков, лиц с хроническими заболеваниями и пациентов старше 65 лет. Порядка 110 самарцев сегодня обратились к медикам с целью сделать прививку повторно. Вакцинация от коронавирусной инфекции проводится в два этапа с разницей в три недели. Пожалуй, какие у нас нет уже? Главный врач Самарской поликлиники пришла на вакцинацию повторно. Первую прививку от коронавируса она сделала несколько недель назад. Я почувствовала некое облегчение, как будто бы что-то с плеч свалилось в части безопасности как для окружающих, своих близких, так и для себя. Чтобы записаться на вакцинацию, нужно позвонить на горячую линию по номеру 122 и телефоном поликлиник. Также оставить заявку на прививку можно на портале Госуслуг в разделе «Лист ожидания». Мэр Елчан, Ольга Павлова, События. Впереди вас ждет блок экономических новостей. В студии Виктория Шарая. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что сегодня нового в экономике? Цены на продовольственные товары в России показали максимальный рост за последние пять лет. А выдача льготных автокредитов приостановлена. Но сначала о курсах валют. Официальный курс доллара на 19 февраля – 73,77 рубля. Европейская валюта торгуется на отметке 88,87 рубля. Нефть марки «Брент» – 64,47 доллара за баррель. Цены на продовольственные товары в России показали максимальный рост за последние пять лет. По данным Росстата, стоимость продуктов питания в России выросла в январе на 1,07% в месячном выражении и на 7,57% в годовом. Потребительские цены на продовольственные товары в январе 2021 года по сравнению с январем прошлого года увеличились на 7%, обогнав инфляцию. Это максимальный рост цен на продукты в годовом выражении с января 2016 года. Рост цен на продовольствие ускорялся на протяжении всего 2020 года. Еда дорожала меньшими темпами по сравнению с общей инфляцией в начале года. Но с апреля, когда из-за пандемии коронавируса был введен режим самоизоляции, рост цен на продукты опередил индекс потребительских цен на остальные товары и услуги. В январе этого года продовольственные товары сильнее подорожали в небогатых регионах с невысокими доходами населения и там, где доля затрат домохозяйства на еду велика. При этом продовольственная инфляция была ниже в благополучных регионах, заключили эксперты. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Налоговый кодекс Российской Федерации норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровых валют. Законопроект был внесен в парламент правительством в декабре 2020 года. Он предлагает признать цифровую валюту имуществом. Согласно поправкам, обязательному налоговому декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год. А ФНС получит право требовать у банков выписки со счетов ФИСЛИЦ, если операция на счетах связана с переводом цифровой валюты и есть признаки возможного нарушения налогового законодательства. Большинство российских банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов из-за того, что текущий лимит госсредств, направленных на эти программы, уже почти исчерпан. При этом новый транш пока не поступил. Отмечается, что выдача льготных кредитов временно приостановлена по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они позволяют покупателям получить скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке нового отечественного автомобиля, стоимость которого не превышает полутора миллионов рублей. Совсем скоро выдача льготных кредитов возобновится, поскольку в конце декабря председатель правительства Михаил Мишустин продлил программу льготного кредитования до конца 2023 года. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. 18 февраля во всем мире отмечают День батарейки. Главные источники питания бытовых приборов изобрели в 1868 году. Но только в последнее время люди начали задумываться об их правильной утилизации. Содержимое одной батарейки способно отравить до 20 кубометров почвы и более 400 литров воды. Сейчас все больше экоактивистов собирают мусор раздельно. Появилась новая профессия – эко-тренер. Наш корреспондент Михаил Ермоленко пообщался с людьми, которым не безразлично будущее планеты. Оксана Сергеева рассказывает. О пакологических проблемах планеты стало задумываться давно. Но только три года назад решила собирать мусор отдельно. Сегодня, во Всемирный День батарейки, девушка пришла сдать накопившиеся старые аккумуляторы на переработку, как полагается, в специальные контейнеры. Нет какого-то такого события одного, после которого я прям все погрузилась глубоко в тему. Наверное, это накапливалось. Везде по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это, знаете, летающие бахилы по городу, там, связка шариков в лесу. С детства у нас есть загородный дом, водоем там с каждым годом все грязнее и грязнее, именно пластиковыми отходами. Выбрасывать в грунт испорченные батарейки нельзя. Они содержат цинк, марганец, кадми, никель и ртуть. При разложении один такой аккумулятор способен отравить до 400 литров воды и до 20 кубометров почвы. Такие контейнеры для приема испорченных батарейок находятся практически в каждом крупном магазине электроники. Кроме этого, батарейки можно принести и сдать в университетах. Полный же список мест приема токсичных отходов можно посмотреть, набрав в поисковике словосочетание Recycle Map. Ну а пока что внесем свою небольшую лепту в улучшение экологии нашего региона. Если вы решили помочь планете, приготовьте не менее 20 контейнеров для раздельного сбора мусора. Один только пластик делится на 8 видов. Отдельно собираются токсичные отходы. Лампочки и батарейки, макулатуры и металлы. Причем алюминий нужно сортировать отдельно. Чтобы не запутаться на первых парах, начинающие активисты-экологи нередко обращаются за консультацией к экотренерам. Анастасия Государева консультирует неравнодушных к будущему планеты людей уже два года. Она точно знает, те, кто сортирует отходы, перестает использовать слово «мусор». Каждый выброшенный листок бумаги или пакет из-под хлеба – это ценное вторсырье. В кухонном ящике она обустроила мусоросортировочный склад. Тут у меня отдельно крышечки, стрейч-пленка, здесь мешочек для алюминия, есть специальная коробочка для разного вида пластика. Ну, тут я, конечно, сейчас не объясню, как они отличить. Вот тут у меня для мягкого пластика, здесь мешочек для бумаги, отдельно пупырчатая пленка ее тоже принимают на переработку. Девушка вовлекла в процесс раздельного сбора отходов всех соседей. В подъездах ее дома установили спецконтейнеры для макулатуры, батареек и крышек. Я подумала, что хорошо, чтобы это было более доступно, по крайней мере, то, что я могу сделать, ну, я могу вот в своем доме, да, во всех подъездах установить и, там, раз в месяц, допустим, забирать оттуда батарейки на переработку. Сейчас в Самаре есть много мест для сдачи отсортированного мусора, то есть потенциального вторсырья. В первую субботу месяца любой желающий может принести макулатуру, стекло, металл, а также пластик на утилизацию по адресам, указанным на сайте Recycle Map. На вырученные от переработки средства активисты покупают корма для животных из приютов, направляют деньги в детские дома и дома престарелых. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов, Максим Гусев. События. Как не совершить ошибок начинающему предпринимателю? В Самарском бизнес-инкубаторе проходят семинары для всех желающих открыть свое дело. Эксперты рассказывают о плюсах и минусах организационных форм ведения бизнеса. Почему самозанятым лучше зарегистрироваться и работать легально, узнала Лариса Шлафаст. Не требуется онлайн-касса и полагается налоговый вычет. О плюсах регистрации самозанятых говорят на семинаре в Самарском бизнес-инкубаторе. Эксперты рассказывают участникам встречи, почему важно выходить из тени и платить налоги. Законы меняются. Законы сейчас очень строгие. И из-за того, что контролирующие органы не стоят на месте, у них очень прогрессивные программные обеспечения, они уже умеют находить все там теневые моменты, выходить из тени нужно. Во-первых, выходя из тени, мы можем о себе заявить. Мы можем рекламироваться в соцсетях и так далее. Тематические семинары для желающих открыть свое дело проходят в бизнес-инкубаторе регулярно. Здесь могут подсказать, как определить свою нишу на рынке, с чего начать оформление, какую систему налогообложения выбрать. Мы в рамках своей деятельности оказываем поддержку малым и средним предпринимателям, либо человек, который еще не определился, он хочет чем-то заниматься, но пока еще не решил. То есть для таких людей у нас тоже существует поддержка. Мы помогаем выбрать, возможно, какое-то направление, подсказать, помогаем оформить документы и даже помощь оказываемой на писании бизнес-планов. Семинары в бизнес-инкубаторе продолжатся и в марте. Подробную информацию о времени и тематике можно узнать на сайте учреждения. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Новый проект «Космические старты Самары» запустили в регионе в честь 60-летия со дня полета в космос Юрия Гагарина. Около 10 коротких информационных видеороликов с участием лидеров космонавтики будут созданы к 12 апреля. На съемках дебютной встречи побывала Гульфия Сафина. Она расскажет, кто стал героем первого фильма. Поехали! Мы в космосе были и остаемся лидерами. Геннадий Петрович, расскажите о шагах вашей большой буквы карьеры. Почетный гражданин Самары Геннадий Петрович Аншаков посвятил более 50 лет научным разработкам надежных ракет-носителей среднего класса. Именно при его непосредственном участии созданы самые массовые средства выведения, такие как молния и все модификации Союза. Сегодня Геннадий Аншаков стал первым героем проекта «Космические старты Самары». Рассказывает о том, как развивалась самарская космонавтика. Нас хорошо подготовили. Дмитрий Ильич Козлов сумел организовать стажировку в АКБ-1 в самых лучших отделах предприятия этого АКБ-1. В настоящее время спутников нашей разработки, вот Самарской, около тысячи уже сделано и летали они. Ракет-носители сегодня тоже запусков около двух тысяч. Вот благодаря такому, такой реализации и стала Самара, как говорится, космической. В честь первого запуска человека в космос сегодня стартует проект «Первые старты Самары». До юбилейной апрельской даты в Самаре пройдут съемки коротких видеороликов о предприятиях и людях, которые и сделали Самару космической. Конечно, космическая. А как же? Вот 15-го числа улетел грузовик. Он же улетел на чем? На нашей ракете, которая изготовлена у нас здесь, в Самаре. В запуск участвовали мы, самарцы. Мы обеспечиваем этот полет. Сейчас на заводе «Прогресс» в ЦСКБ разрабатывается новая, более мощная ракета. Так что все это будет продолжаться. Познавательные ролики с участием ключевых фигур космической отрасли станут полезным ресурсом для студентов профильных вузов и простых жителей, уверены организаторы проекта. Мы запишем серию видеороликов, видеофильмов, в которых будут рассказывать о своей истории, о истории ракетно-космической отрасли, о истории предприятий, о истории изобретений не только космических, но и тех, которые потом вошли в фонд нашей всей народно-хозяйственной отрасли. Все материалы будут опубликованы на открытых интернет-ресурсах Общественной палаты Самарской области, без знака «Копирайт», то есть для открытого пользования. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. В Самарском казачьем кадетском корпусе в честь предстоящего дня защитника Отечества сегодня прошел урок «Мужество», тематическое занятие, на котором поднимаются темы Великой Отечественной войны и службы в рядах армии. На первом таком уроке в кадетском классе сегодня побывали высокие гости. Они узнали, как проходит обучение в военной школе-интернате. Гульфия Сафина продолжит. Это один из волжских городов, городов красивых, в красивом месте. Были какие-то предприятия, крупный завод был, который сейчас завод имени Масленников. О Самаре как городе трудовой доблести ученикам казачьего кадетского корпуса рассказывает необычный учитель. На урок «Мужество» в школу с патриотическим уклоном прибыл заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Урок патриотизма, который здесь проходит в преддверии 23 февраля, он начал с главного вопроса – кто такой российский патриот? Ответственность, она какая? Ответственность за страну, но она складывается из ответственности какой? За семью свою, за соседей, за однокашников, за служивцев, друзей, знакомых, родственников. И вот эта ответственность, как раз это и есть патриотизм. В духе патриотизма кадетский корпус живет независимо от дат. В 10 казачьих классах школы-интерната обучаются дети со всего региона. Спрос на обучение ежегодно растет. Девочек в кадетских погонах тоже немало. Грамоты и кубки за их заслуги пополняет стеллаж с наградами. Школа развивается и совсем скоро здесь развернется своя выставка, посвященная Волжскому казачеству. 36 плакатов уже завезли в корпус. Эта выставка была в Доме офицеров, и после того, как прошла выставка, передали Волжскому казачевшему, а Волжскому казачевшему передают в Казачевшему. Уроки мужества в преддверии Дня защитника Отечества проводятся во всех образовательных учреждениях области. Гульфия Сафина. События. Бойцов студенческих отрядов Самарской области в этом году станет больше. Губернатор Дмитрий Азаров поддержал инициативу студентки колледжа Ксении Мукиной создавать такие организации не только в вузах, но и в СУЗах. Откладывать реализацию нового проекта в долгий ящик не стали. Подробнее расскажет наш корреспондент. Студентка колледжа Ксении Мукина с детства мечтала покорить Камчатку и увидеть Дальний Восток. Искупаться в Тихом океане и попробовать только что выловленную морскую рыбу. Мечты сбылись после того, как Ксения записалась в студенческий отряд вуза. И по путевке поехала работать на рыбоперерабатывающий завод в Петропавловск-Камчатский. Вернувшись домой, студентка решила организовать стройотряд и в своем колледже. С инициативой она обратилась к губернатору. Интересно все-таки путешествовать по островам, именно где вылавливают рыбу. Посмотреть на море, а может кто-то даже не ездил никуда еще. Как я, например. Это вообще было мое первое путешествие так далеко. Теперь мечта совместить приятное с полезным, поработать на благо Родины и увидеть новые места сбудется и у учащихся СУЗов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал инициативу создания штабов студотрядов в колледжах по всему региону. Работа уже ведется. Руководство рекотделения российских студенческих отрядов встречается с директорами и студентами колледжей. Задача регионального штаба студенческих отрядов будет именно координировать деятельность отрядов, помогать методически, направлять ребят. И правительство Самарской области будет помогать и создавать условия для ребят в размещении, в трудовых проектах, находить работодателей. И такими совместными усилиями, я думаю, у нас получится хороший проект. Теперь активистам предстоит создать отряды в своих учебных заведениях. Сегодня для них провели экскурсию, рассказали об истории и идеологии этого молодежного движения. Для нас это элемент воспитания студентов, потому что приобщение к труду позволяет им стать гражданами своей страны, патриотами. У нас в университете очень активные студенческие отряды по различным направлениям. Это строительные отряды, это отряды проводников, сервисные отряды и вожатые. В этом году только в Самарских колледжах будет создано 10 студенческих отрядов. Еще один появится в Тольятти. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!